ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Случайно мы здесь упоминаем и Россию, этот недоразвалившийся остаток СССР. Накопительный эффект санкций последовательно и неустанно обращает в прах российскую экономику. Кремлевская пропаганда навязчивым очковтирательством убаюкивает подвластное население баснями о пользе санкций, якобы стимулирующих импортозамещение, что в конечном итоге поднимет Россию с колен. Подобные утверждения не более чем пропагандистский трюк. На пути успешных экономических реформ стоит то, чем так гордятся россияне и что составляет основу их национальной идентичности. Что же это, как вы думаете? Это империализм. Стремление сохранить империю похоронило все попытки российских реформ, начиная с февраля 1917 года. Тормозной эффект империи становится особенно наглядным при сравнении с Китаем, страной в чем-то схожей с Россией. Там также правили и правят коммунисты. Процветал культ личности великого вождя, но в отличие от СССР экономические реформы оказались удачными. Итак, почему же Китай смог, а СССР и Россия нет? Устраивайтесь поудобнее, сегодня вы узнаете ответ на этот вопрос. Но вначале попрошу подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также напоминаю о нашем Патреоне, где собрана большая коллекция специальных выпусков, которые больше нигде не публиковались. Подписывайтесь на Патреон, чтобы увидеть больше. Все ссылки в описании. Китай – мононациональное государство, в котором народ Хань составляет более 90% населения. А численность каждой из национальных меньшинств не превышает 1,5%. Национальный характер государства гарантирует территориальную целостность большей части Китая при любых политических раскладах, даже в случае обретения независимости Тибетом или Уйгурией. Отсутствие крупных национальных противоречий дало возможность китайским лидерам объединить сохранение власти коммунистической партии, гарантировавшее непрерывность курса реформ с усилением роли регионов и конкуренции внутри партийной жизни. На руководителей всех уровней распространяется ротация – ограничение срока пребывания на одном посту с учетом его успешности. Достижения управленцев вознаграждаются карьерным ростом. Неуспешных руководителей ожидает наказание. Поскольку повышение получают руководители, добивающиеся хороших результатов, это создает мотивацию достижений, придающую государственной системе необходимый динамизм. Руководители регионов стремятся продемонстрировать наилучшие показатели экономического роста и развития. Ротации кадров КПК застраховало себя от возврата к неограниченной власти нового великого кормчего, чреватой катаклизмами больших скачков и культурных революций, обеспечило здоровую внутрипартийную соревновательность без риска раскола страны на отдельные национальные квартиры. Иное дело – Россия. Потребность сохранения империи напрочь блокирует идею соревновательности регионов. Как только на местах получают минимум свободы, сразу возникает вопрос освобождения от имперского центра. В тюрьме народов, называемой также Российской империей, одновременно с крахом самодержавия в феврале 1917 года, на повестке дня встал вопрос о автономии регионов, плавно перешедшей в создание независимых национальных государств, что весьма беспокоило россиян, имевших имперскую идентичность вместо национальной. Распад империи актуализировал запрос на империалистическую контрреволюцию, и она не замедлила свершиться. В результате переворота в октябре 1917 года российские большевики утвердили тоталитарную власть, уничтожили гражданские и экономические свободы, упразднили независимость государств, возникших на обломках империи, свели понятие национальной автономии к чистой фикции. В условиях полной государственной собственности на средства производства жесткий централизм российского коммунизма на корню пресек управленческую инициативу, чем обрек СССР на хроническое экономическое отставание. Робкие попытки усилить возможности хозяйственной самостоятельности отдельных предприятий и регионов неизменно приводили к росту центробежных тенденций в государстве, что заставляло руководство страны сворачивать чахлые попытки реформ. Хрущевская оттепель сделала возможными мирные формы сопротивления коммунистической диктатуре, стимулировала новый этап национально-освободительной борьбы. Почуяв угрозу, российский империализм сменил плюгавенький хрущевский псевдолиберализм на застой брежневского неосталинизма. Экономические потуги брежневской клики, более известной как реформы Косыгина, не принесли сколь-нибудь ощутимых результатов из-за невозможности создать жизнеспособный сплав хозяйственной инициативы на местах с централизованной плановой экономикой. Как говорится, сколько не скрещивай ежа и ужа, получишь лишь колючую проволоку. Такая же судьба постигла перестройку Горбачева и реформы Ельцина. Горбачевский курс ускорения экономического развития требовал увеличения хозяйственной инициативы отдельных предприятий и целых регионов, что неминуемо ввело к росту национального самосознания порабощенных России народов. Этот этап преобразований завершился распадом Советского Союза по границам союзных республик СССР. При Ельцине рост предпринимательской инициативы плавно перешел в парад суверенитетов национальных автономий РФ. Уничтожая ковровыми бомбардировками Чеченскую республику Ичкерия, Кремль демонстративно намекал и запугивал всех посягнувших на имперский централизм Татарстан, Сибирскую и Уральскую республики и так далее. На смену Ельцину пришел Путин, рьяно взявшийся укреплять властную вертикаль, то есть восстанавливать империю. Империя блокирует возможность реформировать общество и экономику. Чтобы не делал Кремль, всегда получается концлагерь. Менялись лишь названия Российская империя, СССР, РФ, а имперская суть оставалась прежней. Китайская децентрализация создала условия для проведения реформ, успешность осуществления которых требовала твердо придерживаться заданного курса. Еще в XIX веке немецкий экономист Фридрих Лист убедительно обосновал последовательность реформ, необходимых для экономического процветания государства. На начальных этапах государство обязано создать систему протекционизма, обеспечивающего защиту отечественного производителя от импортной качественной продукции с более низкой себестоимостью. Когда отечественное производство окажется в состоянии конкурировать с иноземными товарами, лишь тогда стране следует позаботиться о беспошлиной международной торговле и отмене протекционизма. Из-за низкой покупательной способности населения и товарного голода накануне реформ, власти Китая не беспокоились о конкуренции зарубежной продукции. Большинство китайцев просто не имели средств на покупку импортных товаров и довольствовались отечественными поделками. К тому же США в рамках противостояния с СССР охотно сотрудничали с Китаем для создания противовеса Советскому Союзу среди коммунистических государств. Дешевизна рабочей силы оказалась привлекательной для зарубежных инвестиций и создания иноземных производств на территории Китая. Иное дело в СССР, население которого не хотело покупать отечественную продукцию с качеством ниже плинтуса. Да и люди не стремились работать как в Китае за 3 копейки в день. Народ отдавал предпочтение более дорогим и качественным импортным товарам. А жесткая централизация экономики не давала возможности наладить конкурентоспособное советское производство или привлечь иностранный бизнес. Другой важный фактор, обеспечивший успешность китайских реформ – экономическая отсталость дореформенного Китая с господством аграрного сектора. До преобразований Дэн Сяопина большинство населения прозябало в беспроглядной бедности. Ни с чему пожар не страшен, поэтому даже провальные экономические реформы не могли существенно ухудшить положение львиной доли китайцев. Маоизм не предоставил никаких социальных гарантий крестьянам в виде дотации, пенсии, пособий и прочего. Большинство китайцев даже не представляло, что возможно жить иначе. В СССР после смерти Сталина советская власть нехотя пошла на выдачу паспортов колхозникам, пенсионное обеспечение простых граждан и прочей социальной гарантии. В позднем СССР большинство населения хорошо представляло, благодаря редким западным фильмам, уровень жизни в странах капитализма, соответствовавший человеческому достоинству. Из-за острого товарного дефицита, созданного социалистическим хозяйствованием, большинство населения СССР имело излишек денег, которые просто не могло куда-либо потратить, поэтому хранили на сберегательных книжках Госбанка. Таким образом, большинство китайских крестьян, прозябавших в нищете и ведших хозяйство примитивными технологиями, мало теряли от издержек экономических преобразований советскому же населению, обладавшему небольшими накоплениями, созданными многолетним трудом, инфляция нанесла удар зубодробительным эффектом, что вызвало резкое неприятие реформ у пострадавших групп населения. От установления коммунизма в Китае до начала реформ Дэн Сяопина минуло менее 30 лет. Коллективизация сельского хозяйства за столь короткий период не успела сильно изменить крестьянскую психологию и традиционный уклад, посему китайское село легко вернулось к привычным способам хозяйствования. Семейное хозяйство платили налоги, а излишки продовольствия продавали по рыночным ценам. При этом необходимость твердой государственной власти и налоговой дисциплины китайцы усваивали на протяжении всей истории. Основатель первой китайской династии и государства Ся, легендарный Юй Великий, заложил основы общекитайской системы ирригации, спасавшую страну от разрушительных последствий наводнений на протяжении более 4 тысяч лет. Для ее содержания требовалась прочная государственная власть, что в той или иной степени понимало большинство крестьян. К этому следует добавить влияние конфуцианской этики, сохраняющей огромное влияние на китайское общество в течение веков. Конфуцианская система ценностей в виде уважительного отношения к власти и общественной иерархии, вера в ценность напряженного труда – все это свойственно многим китайцам. В Российской империи, а затем в СССР и РФ простой человек всегда отчуждался государством. При царе-батюшке простые люди изнывали под бременем холопства, затем – крепостной зависимости. Пришедший на смену царизму коммунизм изобрел еще более изощренную систему угнетения – колхозное рабство. Простые люди никогда не считали верховную власть своей и пытались всячески увильнуть от ее медвежьих объятий. Колхозный строй практически добил крестьянство. Из-за длительной специализации работы в колхозах сельские жители утратили навыки универсального ведения крестьянского хозяйства. Это одна из причин, почему фермерство на всем постсоветском пространстве не стало массовым явлением. В Поднебесной преобладание аграрного сектора с доминирующим сельским пролетариатом неразвитость промышленности способствовали тому, что в Китае оказались востребованными промышленные изделия самого невысокого качества. С другой стороны, массовая нищета создавала дешевизну рабочей силы, что обеспечивало низкую себестоимость продукции. Поэтому Китай буквально завалил мировые рынки дешевой низкокачественной продукции массового производства. Иное дело в позднем СССР, где более высокий, чем в Китае, уровень жизни и образования населения делал подобные фокусы невозможными. На всей территории бывшего СССР никто не готов был трудиться за горсточку риса в день, чтобы государственная власть могла претендовать на роль сверхдержавы. Трансформация аграрной экономики Китая в индустриальную опиралась на огромные человеческие ресурсы из крестьян, желавших покинуть село в поисках лучшей жизни в городе. В Горбачевском СССР, а тем более путинской РФ, о подобном резерве можно не вспоминать. Большинство населения уже давно покинуло село. Китайское экономическое чудо базируется на дешевой рабочей силе и относительно невысоком технологическом уровне производства. Дорогой зритель, вы согласились бы производить третьесортную продукцию за мизерную зарплату? Если да, то вы явно живете не в той стране. Хотя россияне исторически славятся небрежным отношением к труду, что отразилось в обилии поговорок типа «От работы кони дохнут», работать за скромную плату они не хотят. И не будут. Для большинства же украинцев куда как привлекательнее западная модель. Достойная оплата за добросовестный труд и качественную продукцию. В большинстве случаев китайскую промышленность создавали с нуля, в то время как в позднем СССР, как и в современной РФ, уже имелась промышленная инфраструктура, что требовало втиснуть изменения в уже работающую систему. В таком случае замысел преобразований должен учесть существующую модель со всеми неисправимыми недостатками и уметь приспособить к ним проект и материальные ресурсы. Опыт Южной Кореи и Китая свидетельствует, что легче построить с нуля, чем что-то перестраивать как в СССР. Провал реформ в СССР и РФ сохранил привычную авторитарную власть, нищету и бесправие большинства населения, которые правящий режим стремится заглушить пропагандой о восстановлении имперского величия России, приведшую к полномасштабной войне с Украиной. Китаю удалось перейти к рыночной экономике с сохранением диктатуры коммунистической партии, ибо экономические потрясения оказались не критическими, а национальные противоречия незначительными для существования правящего режима. И все же отсутствие политических свобод рано или поздно затормозит предпринимательскую инициативу, что станет причиной мощного экономического кризиса в Китае. Можно хорошо научиться ходить на руках, но обычные люди ходят на ногах. Идея диктатуры пролетариата, а на самом деле господство коммунистической портократии и номенклатуры, находится в глобальном противоречии с реальностью рыночных отношений и вольной предпринимательской инициативой. Законы экономики рано или поздно заставят Китай стать на твердую почву свободных рыночных отношений и ликвидировать партийную диктатуру. В СССР малейшее ослабление центральной власти в любой сфере государственной жизни моментально обостряло национальные противоречия. Возникала дилемма или застой и упадок, или реформы и распад империи на национальные государства. Что и произошло вследствие либерализации автократии в 1917 и в 1991 году. Вне сомнения, выбор между реформами и империей будет преследовать россиян до преобразования РФ в группу независимых национальных государств. Восстановление Российской империи требует огромных жертв, государственного террора и завоевательных колониальных войн. Это в прошлом продемонстрировал сталинский режим. Это ныне норовит повторить Путин. В случае успеха империализма россиян ждет новый виток нищеты и бесправия. Россияне считают, что жизнь в империи того стоит. А каково лично ваше мнение, уважаемый зритель? Пишите в комментариях к видео, нам интересно его узнать. Спасибо, друзья! Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Заходите к нам на Патреон, там лежат дополнительные видео. Пользуйтесь новой функцией Ютуба-спонсорства. Также напоминаю, что мы есть в Телеграме и Твиттере. Все ссылки в описании. Присоединяйтесь! Всем украинцам скорейшей победы! Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин